Добро пожаловать на канал! Это мое интро в каждом видео. Добро пожаловать на канал! Крутая футболка, да? Итак, друзья мои, сегодня мы в новой для нас климатической зоне. Мы проехали пару часов к югу от Индианы, и сейчас мы на Кубе. В общем и целом, ситуация такова. Предыдущий владелец, кто тюнинговал эту тачку, выкупил ее у меня обратно, чтобы восстановить. Все интересовались, что он думает по поводу того, что мы с ней делаем, считается ли неуважением разрушение трака, который собрал кто-то другой, и что он думает по этому поводу. Короче, он выкупил его, потому что это его творение, и он хотел, чтобы с его тачкой так больше не обращались, потому что траки и пикапы драгоценны. Я очень рад, что теперь он будет за ним ухаживать. Что происходит? Смотрите, он уже начал ухаживать. Ха, ребята, спорю, вы этого не ожидали. С нами здесь Retro Customs, создатель этого трака, и вот этот тоже он собрал. Меня зовут Кевин, я владелец Retro Customs. В общем-то, мы тюнингуем фары, делаем светящиеся эмблемы, место для установки айпадов тоже мы делаем, мы собираем крутые траки, типа вот этого. Конечно, не для того, чтобы их ломали, но этот вот прямо уничтожили. Мы попробуем его восстановить. Ну или сожжем его к чертям. Люди думали, что ты сильно на меня разозлишься из-за того, что с ним произошло. Как ты отреагировал, когда узнал, что именно я его купил? Или ты не думал, что мы его разобьем, когда мы его брали? Дело было так, я разговаривал с представителем Кингов Карс, ритейлеру, которого ты его приобрел. Черт возьми, Санды Хэн Дизель, привет, чувак, как ты? Здорово, пацаны, все путем. В общем, я сразу потом позвонил Дизелю и спросил, что ты с ним будешь делать, и тот такой, я буду просто кататься, и все. Он сказал тип-топ. Да, да. Понимаете, я ему поверил. В тот вечер я лег спать со спокойной душой. Просто что-то пошло не так. Что-то пошло не так уже на второй день. Так что вот, трак вон стоит. А, что? Но ты же планируешь его установить? Да, мы точно его установим. У нас есть новая рама, также новые крылья. Все в инстаграме хотят восстановления за 24 часа, представляешь? Полное восстановление. Вот именно, чувак, никто не верит, все говорят, что это безнадежное дело. Типа его невозможно починить. Ой, да ладно, кабина в порядке, мотор и трансмиссия тоже в порядке. Вот видите, мы даже ничего важного в ней не сломали. Там всего-то нужно поменять раму и оба моста, 4 линк, лобовое и крылья, и капот, и решетку радиатора, и фары, и габариты. Забыл про колеса и шины. Да, с ними все нормально, они выглядят отлично. Кстати, ты цвет-то заценил? Да, цвет мне нравится. Они так в армии делают, к тому же грязь в нашем регионе такого же цвета. Я и правда думал оставить такой цвет. Он и правда хорошо смотрится. Так а я тебе о чем? Передняя решетка стоит 2000 баксов, а эмблема с камерой внутри где-то 483 доллара. Вот эта хрень, которую она отрывала, 500 баксов, ребята. Ты все спустил в унитаз? Ты это сломал? А ты сам-то у кого этот пикапчик взял? Я устал, что тут везде продают лимоны. Все говорят, что я продал тебе лимон. Ты положил лимон в мой тракт? Ну знаешь, если тачка сломана и об этом не знает, но покупает, говорят, он купил лимон. А, так я типа купил лимон? Он купил лимон и даже об этом не знает. Ее будут разбирать в Дейтоне, в специальной мастерской. Он заплатил за нее своими деньгами. Снова. Ну, может, после того, как он ее восстановит, я снова ее куплю. Точно. Вот тут, посмотри. Трансмиссия погнута. Нам придется все это снять, все эти штанги. Наверное, те бревна все-таки их повредили. Мы все тут переварим, и если у нас не получится залезть снизу, мы будем снимать весь кузов, потому что вот ту штангу нам по-другому не снять. Ну, тут вроде нет ничего, с чем бы мы не справились. Это что? Все? Вот так все и закончится? Это конец. Последние минуты саги о синем пикапе. И все. Вот все, что у нас осталось. Это футболка. Единственное напоминание. Понимаете? Но я думаю, что этот трак прожил долгую и полную воспоминаний жизнь по сравнению с любым другим говнотраком. Я думаю, что из всех серий видео и всех автомобилей, которые были на этом канале, из всех штук, которые мы вытворяли, это было точно самое крутое время. Все-таки изначально подшучивали, типа, когда он купит новый трак, то он будет нормально с ним обращаться. Именно. Именно поэтому мы должны были это сделать. И это был лучший трак для такого вызова. Трак класса люкс. Я очень рад, что нам удалось снять серию таких крутых видео. И владелец, в конце концов, получил ее обратно. Он ее восстановит. И в будущем, возможно, у нас будет шанс ее снова купить и сделать что-нибудь крутое. В интернетах очень много расстроившихся людей, которым все это не нравилось. Я не планировал бесить нормальных людей. Я хотел бы бесить только тех, у кого неправильно расставлены приоритеты. И я уверен, что у меня это получилось. Это было веселое время. Я хотел бы передать огромнейшую благо выкусите всем людям, которые говорили, что я не буду этого делать, что я не смогу сломать свой новый трак, потому что я смог только благодаря вам. Вина за это лежит исключительно на вас. Вы же понимаете, что сами во всем виноваты. Этого всего не произошло бы без вас. Должен сказать спасибо всем хейтерам. Посмотрите на эту кучу металлолома. Не принцесса. Никаких тебе девчачьих колес на моем траке. Вот здесь вот пневма, колеса и корона. Трескнутое лобовое. Не принцесса. Да, мне очень нравится этот дизайн. Помните эти штуки? Я помню. А вот и остатки от моего пикапа. Только это и воспоминания. Просто, чтобы вы понимали. У меня всегда был план его восстановить. У нас везде тут к нему запчасти валяются. Просто кто-то другой будет их устанавливать. Зачем ты поставил на сигнализацию? Смотрите на мой взгляд. Ура! 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 а небольшая проблема на этой ферме в индиане это погода целыми неделями мы вообще не могли записывать видео просто настолько она была плохая если вы замечали то канадские youtube каналы могут по 5 месяцев не записывать видео потому что у них нет солнечного света просто нет гребаного света вы представляете у нас тут не так жестко но зимой у нас тоже почти нет ясной погоды просто нет солнечного света и у нас не будет больше дорогих тачек на канале потому что мы не можем себе их позволить с финансовой точки зрения это невыгодно нам нужно быть более практичными в это время года с такой экономикой и нам нужно принимать правильные финансовые решения именно поэтому я снова обращаюсь к вам с просьбой о скорой финансовой поддержке всего хорошего спасибо за просмотр хорошего вечера и Субтитры сделал DimaTorzok